Горная река Юдама Горная река Юдама Закрытие градообразующего предприятия вынудило население покинуть обжитые места. Сегодня здесь рай лишь для немногочисленных охотников и рыболовов. Золотоносные ключи в районе бывших поселков Юр и Огонек давно отработаны. Собрал с верхних горизонтов рудное золото и ликвидированный карьер юрский. Но золото в районе Юдамы всюду. Нужно только уметь его поднять. Даже то, что находится в глубине сопок, доступное только шахтерам, позволяет говорить о серьезных перспективах, о каких могут мечтать лишь истинные патриоты. Конечно, мечтаю, чтобы Югоренок возродился, процветал. Не тот Югоренок, который мы сами его сделаем. Много, конечно, обо всем можно говорить. Хочется, чтобы стабильность была на предприятии, чтобы было постоянно выполнено планы, чтобы люди получали хорошие зарплаты. Приблизить мечты к реальности помогло работающее по соседству крупное предприятие – «Артель Старателей Дражник». Без веры, конечно, мы не взяли за это дело. Я просто не думал, что это получится так быстро. Буквально на второй год мы дали первое золото. Я не думал. Я думал, мы будем раскручивать это предприятие года три. Эти кадры были отсняты в исторический момент. Спустя три года после ликвидации карьера в окрестностях месторождения «Дуэт» снова загудили механизм. В 2006 году проходчики нового предприятия добыли первые кубометры золотоносной руды. Началось интенсивное освоение нижних горизонтов старейшего в Якутии месторождения. К труднодоступным жилам пришлось добираться, прокладывая два наклонных ствола. В копилку страны вновь стали поступать граммы добытого на дуэте драгоценного металла. Однако мы настойчиво, очень настойчиво, организованно работали. Ну, я очень рад. Сегодня даже эксплуатируют это предприятие те люди, руководители, особенно там на месте, те люди, которые изначально организовывали это производство, строили этот рудник на самом деле. И, можно сказать, получилось. Вот здесь и пригодился опыт добычи золота из руды, полученный во время освоения месторождения задержанной. Рудник «Дуэт» дал рабочие места многим специалистам законсервированного участка. Такая передислокация сил внутри одного промышленного района позволила сохранить основных специалистов. Теперь в перспективах увеличения объема золотодобычи никто не сомневается. Растит цифр и будет, конечно. Разведки будет, наверное, со временем, может быть, меньше именно на этом участке. Другие участки, может быть, разведывать начнут. А здесь будет повышаться объем добычи. Объемы выработки горной массы впечатляют. Проходчики уже разработали больше 10 километров подземных коридоров. Добыча руды из этих штолен теперь непрерывный процесс. Богатый опыт работы на Крайнем Севере позволяет рентабельно извлекать породу в условиях вечной мерзлоты. Шахтерам не страшен даже огромный перепад 100 градусов между летней и зимней температурами. Прошлая зима была до 60 градусов. Конечно, она накладывает свои сложности. Ну и в летний период тоже тут температура на улице 30, даже с 30 с лишним доходит. Как бы растайка идет в шахте. Ну, это уже известные, так скажем, причины. Мы с ними как можем боремся. У нас уже свои методы и возможности, какие есть, используем. Рудник Дуэт – сегодня динамично развивающееся горнорудное предприятие. Надежно отлажена вся цепочка добычи драгоценного металла. Здесь представлен полный цикл сложного технологического процесса. От получения богатой руды в подземных штольнях до конечного результата – золота. Сотни рабочих мест созданы там, откуда еще недавно уезжали последние старожилы. Парадоксально, но в ликвидированном поселке Югоренок нашли себе работу люди десятка разных профессий. Смелая идея возродить предприятие превзошла все ожидания. Теперь инвестиционная программа, которая реализуется в отношении новой рудной отрасли, нацелена на амбициозные результаты, в которых, оглядываясь на проделанную работу, уже мало кто сомневается. Специалисты, принимавшие участие в возрождении производства, уверены – позади самый сложный этап. Мне кажется, строить заново легче, чем возрождать. Организованная на руднике добыча драгоценного металла благоприятно сказалась и на макроэкономических показателях региона. В общем объеме добычи золота замечен долгожданный прирост. Заброшенный Югоренок снова на слуху. Одно из крупнейших подразделений, базирующихся в поселке – автотранспортный цех. Он обеспечивает все необходимые объемы грузовых перевозок. Для доставки рабочих смен на фабрику снова курсирует автобус. Золотоизвлекательная фабрика – центральное звено в общем процессе золотодобычи. Качественное обогащение руды позволяет добывать металл с минимальными потерями. Теперь здесь воспитывают свои кадры, которые обеспечены работой на много лет вперед. А все вижу, что он всех затягивает. Приезжаешь обычно на 2-3 года, а потом минимум 15-20 лет. Добытая в недрах дуэта руда подвозится к фабрике. В каждом из этих камней природа надежно спрятала крупицы драгоценного металла. Породу дробят, потом измельчают, превращая практически в пыль. На начальном этапе общепризнанная материальная ценность больше всего напоминает обычный уголь. Для несведущего человека, конечно, на вид это просто уголь, если так разобраться. Естественно, там есть и кварцы, и много минералов, которые сопутствуют этому нашему металлу. То есть красивые есть камушки, просто их нужно разглядывать. Это уже, конечно, чисто геологическая методика. Ну, а наше дело – это обогащение этой руды, то есть извлечение драгоценного металла. Золотоизвлекательная фабрика работает в штатном режиме, но ее технологический процесс постоянно совершенствуется. Это позволяет наращивать объемы перерабатываемой руды и, как следствие, давать больше золота. За несколько сезонов работы фабрика извлекла почти тонну металла. При существующих объемах просматриваются перспективы на 25 лет. Получаем вот сейчас результаты положительные. Мы вышли почти на 300 килограмм сейчас. Вот, годовой добычей. Ну, из расчета того, что мы будем 75 тысяч, года через два мы будем перерабатывать. На сегодняшний день мы 45 тысяч перерабатываем на фабрике. Вот, где-то у нас плановое 75 тысяч. Это примерно до 600 килограмм годовой добычи золота. Весь технологический процесс извлечения контролируется специальным подразделением. Сертифицированная аналитическая лаборатория определяет содержание золота и других попутных металлов в добываемой руде. Здесь проводятся все виды анализов горных пород. Использование современных аналитических приборов позволяет определять результаты с высокой точностью. На протяжении движения руды везде отбирается проба. То есть она отбирается на штольню. Она отбирается на рудном дворе штольня, на рудном дворе фабрики. Дальше идет исходная руда, дальше идут хвосты, которые сбрасываются на карты. Дальше идет сюда концентрат. Мы ее обязательно отбираем. Потом то, что мы получаем чистое золото, пробность определяем. Потом впоследствии то, что у нас является хвостами доводки, тоже у нас это все, в общем-то, учет ведется буквально каждой песчинке. Золото ни с чем не спутаешь. Другого такого металла нет. Оно является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, внешне привлекателен и запасы его невелики. Богатые недра юго-восточной Якутии хранят в себе еще много природных сокровищ. Главное – грамотно организовать дело, и жизнь будет налажена даже в этом отдаленном и труднодоступном уголке. Рудник-дуэт – яркое тому подтверждение. Стабильно, уже на третий год мы стабильно работаем и получаем хороший результат. Результат такой, когда в лучшие светлые годы рудник Юрский при всем существовании этого поселка добывал столько же, сколько сейчас мы на этом руднике добываем. Естественно, теперь уже какие-то люди местные появились тоже, тоже уже работают, появилась дисциплина устойчивая, ну, проезжают, большинство в своем, конечно, с материка проезжают. Поэтому я рад, что сегодня у нас с этим рудником получилось. Рад. Это последний этап извлечения драгоценного металла перед отправкой его на Афинажный завод. С запуском собственной шлихообогатительной установки на дуэте завершено создание полного цикла производства. Результат работы всего коллектива виден только здесь, где каждая песчинка в буквальном смысле на вес золота. Опытные доводчики во время очистки не пропустят ни одной крупицы металла. От работников этого цеха, наравне с другими подразделениями, зависит прибыль предприятия и доходы семей золотодобытчиков. Данные взвешивания металла в реальном времени показывают, в каком состоянии находится производственный цикл. Весы первыми подскажут, если что-то пошло не так. В золотоприемную кассу категорически запрещен доступ посторонним. Все, что здесь происходит, скрыто от глаз простого обывателя. К золоту прикоснуться доверено не каждому. Зато у всех на виду успехи возрожденного рудника. Поселки, которые рядом существовали, люди, с которыми мы общались, это для них, конечно, не могли не поверить, что за полтора года пройти, выдать и запустить фабрику, добыть первый металл. Это, конечно, хороший показатель. От поселка Югаренок до ближайшего жилого населенного пункта Солнечный – около 100 километров. Грунтовая дорога связывает рудник с остальной горной зоной Усть-Майского района. Это единственный транспортный коридор, по которому ведется завоз всего необходимого для производства и налаживания быта. Любая проезжающая по этой дороге машина везет груз в адрес дуэта. Других здесь просто нет. Почти за 300 километров с берега реки Алтан в Югаренок доставляют каменный уголь для отопления, запасные части, продукты питания. Дорога относится к высшей категории сложности. Затяжные перевалы, головокружительные обрывы не прощают ошибок и требуют высокого профессионализма от водителей. Некогда часть знаменитого Аянского тракта, соединяющего Якутию с Хабаровским краем, теперь проблема только самих золотодобытчиков.